Информационная программа новости в эфире. С вами в студии Лена Маврина. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok День России – самый замечательный праздник. День страны, в котором мы живем и трудимся. И мы по праву гордимся, что рождены именно здесь. Пусть наша великая держава всегда будет крепкой, сильной и процветающей. На сцене состоялась церемония вручения первого в жизни паспорта юным гражданам нашего города. Паспорта вручили заместитель главы района Петр Урозакин и главный специалист Зайенского отделения партии «Единая Россия» Гульнара Феофанова. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Зайенска. Вот уже год, как идет восстановление храма Архангела Михаила в деревне Большой Батрас Зайенского района. Староста храма Юрий Рябов буквально вдохнул жизнь в это место. И многое здесь сейчас изменилось до неузнаваемости. В храме Архангела Михаила тихо. Мы приехали в праздник Вознесения Господня. В праздники у православных не принято работать. Нужно молиться. В зимнем храме здесь теперь горят у икон Богородицы Архангела Михаила неугасимые лампады. В православной церкви зажигать их принято перед чудотворными иконами. В этом маленьком храме Созвонницы сейчас идут службы. Прихожане просят у Бога здравия и помощи восстановления храма. В прошлом году основная работа шла по ремонту главного купола и крыши, чтобы защитить чудом сохранившийся вековой храм от снега и дождя. Сейчас основная работа идет по монтажу главного купола. Работают неспешно. Архитектура очень сложная. Купол непривычно круглый, а овальный. Стиль византийский. Работа сейчас идет очень сложная, ответственная. Не торопимся, потому что от этого вида и от правильности сборки будет зависеть сам вид купола, самый главный. Две составляющие главного купола уже готовы. Золоченая маковка ждет своего часа. Установка главного купола планируется через месяц. Верхняя луковка у нас готова. И барабанчик. На этот барабанчик ставится луковка. На луковку ставится крест. И уже потом это все будет устанавливаться на саму сферу главного купола. Староста храма Юрий Рябов говорит, что максимально стараются повторить прежние элементы обличия храма. Что-то сохранилось, а что-то утеряно безвозвратно. Здесь у нас еще родные ступени 18 века. По ним поднимались звонари, наши прадцы, прадеды, чтобы благозвон давать на этой колокольне. А это уже современность. Металлическая лестница на колокольню. Прежнюю лестницу стерло время. Мы ее восстановили именно так, как она была. Она была в деревянном исполнении. Сейчас же все это в металле. Более надежно, долговечно, чтобы хватило надолго. Чтобы видели наши дети. Возможно, внуки и правнуки. Слава Богу за все. Сейчас станет возможна реконструкция потолка колокольни, где в свое время вновь займет место главный колокол храма Архангела Михаила, чей последний звон еще помнят старожилы села. Колокол, когда упал отсюда, был звон на всю деревню. Услышали все, что упал колокол. Его увезли потом в Бугульму. Насколько мы знаем, там был центр богоборческий. И он там какое-то время лежал и пропал. Это все, что мы знаем. Сейчас уже при храме Архангела Михаила забиты сваи под дом трудника. Паломников здесь ждут через месяц, где помимо работ при храме будут плести масксети и заливать окопные свечи для специальной военной операции. Юрий говорит, что в храме 29 имен участников СВО, за которых они молятся. И все они живы, благодаря заступничеству Архангела Михаила. Она сейчас знает уже в России очень многие. Очень многие пишут, жены и матеря, просят молитв нашей чудотворной иконе Архангела Михаила. Очень много хороших отзывов. Духовная жизнь идет. Каждый понедельник мы читаем Акафист, предместящимые чудотворные иконы Архангела Михаила за воинов, за болящих. Также по пятнице мы читаем Акафист, Апиштой Богородице Адигитрия. А не так давно на въезде в село силами прихода храма Архангела Михаила был установлен поклонный крест. При большом количестве прихожан его осветил богачин из Аинского района Вячеслав Федоров. С появлением поклонного креста у деревни Большой Батрас восстановлена историческая справедливость. Век назад он встречал каждого, кто приходил на эту благословенную землю и благословлял в обратную дорогу. Храм Архангела Михаила восстанавливается исключительно на пожертвования. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Заянска. Купальный сезон в разгаре. Так на пляжах даже в будни и дни многолюдно. В Заянске одно санкционированное место для купания – набережная, где оборудован пляж. Наша съемочная группа посмотрела, как здесь отдыхают и насколько это безопасно. Это лестница – основное рабочее место спасателя Александра Пузанкова. Использовать свисток приходится по много раз за смену. Отдыхающий народ непредсказуемый, следить за порядком приходится строго. Тем более, что основные любители водных процедур – дети и подростки. Надо всегда работать с ребятами. Я им каждый день объясняю. Ребята, вот так не надо делать. Всего на пляже в штате три спасателя. Есть место оказания первой помощи – спасательное оборудование. Александр на пляже работает уже третий сезон. За это время серьезных происшествий здесь не было. Он проводит основное время на пирсе. Напоминать о правилах безопасности на воде нужно постоянно. Отдыхать, конечно, не приходится. Честное слово. Отдыхать не приходится. Только зайдешь, чай поопить или перекусить что-нибудь и все. А остальное только там. Только там целый день. К купальному сезону, который стартовал 1 июня, здесь все было готово. Тем более, что этот пляж – единственное место в Заинске, где разрешено купаться. До открытия пляжа произведены мероприятия по очистке дна, взяты анализы, нареканий и замечаний нет. На пляже многолюдно всегда. Место с появлением набережной стало излюбленным местом отдыха горожан. Нам очень нравится на нашем пляже. Мы очень часто сюда приезжаем. Пока у нас каникулы, мы загораем, купаемся и устраиваем пикники. Весело проводим время вместе с большими компаниями. Спасатели на пляже работают с 10 до 20 часов. Оборудована специально для детей мелководная чаша. Так что здесь все безопасно. Но при этом не следует забывать о строгих правилах поведения на воде, чтобы избежать трагедии. Только в этом году в Татарстане уже утонули 13 человек. В прошлом году число погибших составило 53 человека. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Заинска. Среди многоквартирных домов прошел конкурс на лучшие цветники. Его организовала Товарищество общественного самоуправления «Новый город» и подвело итоги. Конкурс на самый красивый цветник у многоквартирного дома провело Товарищества общественного самоуправления «Новый город». В нем участвовали жители многоквартирных домов по проспекту Победы. Объявлен конкурс на самый цветущий двор. В этом году у нас занял двор 1,22. В том году занял двор 1,06. Жители очень радуются такому цвету. Этот конкурс здесь проходит второй год и он является очень хорошим стимулом для украшения своего двора. Жители многоквартирных домов в самой ранней весны сажают цветы на клумбах. Около подъездов тюльпаны и нарциссы уже отцвели. Сейчас очередь пионов, люпина, роз, ирисов. Мне очень нравится, когда мои соседи, такие пенсионеры уже в возрасте, каждый год с создания нашего дома ухаживают за цветами. Сажают разновидности. Вечерами очень приятно пройти, посмотреть, как цветут они. И радуется душа. Стараемся украсить, чтобы было приятно. И всем, кто проходящий смотрит, всем это приятно. И самим приятно, и детям, и внукам. Так вот ухаживаем потихоньку всем подъездом. Пример 100 с Новый город берут и жители других микрорайонов. И сейчас уже во многих дворах есть цветник, за которым ухаживают сами жители, не дожидаясь коммунальных служб. Елена Маврина, Александр Тимофеев, Максим Майоров. Новости Заинска. Стало известно время праздничного намаза на Курбан-Байрам в Заинске. По случаю Курбан-Байрама во всех мечетях нашего города и Заинского района 16 июня пройдут праздничные намазы. Главным местом проведения праздничных торжеств станет центральная мечеть имени Тажидина Илочегола. В час двадцать состоится утренний намаз. В пять часов – чтение священного Корана. В пять сорок пять – праздничная проповедь на татарском языке. В шесть пятнадцать – проповедь на русском. В шесть часов сорок минут – поздравление главы Заинского района. В семь часов – праздничный намаз. В семь часов тридцать минут – начало заклания Курбана. Размер НИСАБА для совершения Курбана в этом году определен в размере 51 тысячи рублей. Елена Маврина, Максим Майоров, Новости Заинска. С 10 по 20 июня проходит льготная подписка на районные газеты «Новый Зай» и «Зайфы Клары» на второй полугодии. Стоимость подписки через почту – 796 рублей. До этого было 906 рублей. Успейте подписаться дешевле. Это были все новости на сегодня. Впереди вас ждет прогноз погоды на выходные. Ну и прощаюсь с вами. До встречи. По прогнозам синоптиков, в субботу 15 июня в Заинске ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба, ветер – 3 метра в секунду. Температура воздуха днем 26, ночью – 21 градус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok